Мир вам православные христиане, людям рассказом о Боге, о спасении души. Не желательно ли послушать? Вы из-за этого в чат-рулетку зашли? Да, именно с этой целью. И что вы рассказываете? О том, что Бог Создатель послал в мир Сына Своего Ненародного Иисуса Христа для спасения душ человеческих. А дедушка рядом сидит, сколько ему лет? 80. 80 лет. А вы христианники или что? Мы простые православные христиане, миряне. Ходим в церковь, в храм. Я тоже, кстати, православный. Я на крещение купаться ходил. Хорошо. Закалённый. Ещё часто рождественский пост люблю держать. А остальные посты? Остальные не получаются. А что вам не хватает? Веры? Ну, почему, Вера? Ну, как бы я студент, и тяжело не кушать. Так вот, как затраты энергии более насильные идут. Ну, а какие затраты? Вот я, например, очень люблю колоть дрова. Целый день я в пост колю дрова. С Божьей помощью всё... Не, ну, понимаете, я ухожу в 8 часов и прихожу в 6 вечера. Ну, я точно так же, и что дальше-то? Не, ну, вы колите дрова, я учусь, я хожу, учусь, там, занимаюсь. Так затраты энергии-то намного меньше, чем когда колоть дрова. Ну, ладно, это не суть, не будем в это увлекаться. Дело в том, что мы православные, и у нас есть на ютубе, я вам сейчас дам эту ссылку, очень большой канал. Там 13900 видеороликов наших только выставлено. Открытым оком во свете Библии. И так же под этим названием есть сайт и форум. Заходите, много полезного узнайте для себя. Мы с нуля строим православную деревню, и там у нас можно на пяти качествах заехать в эту деревню, то есть жить. Если человек докажет, что он не пьёт, не курит, не матерится, не ворует и не лжёт. И все учителя, верующие, дети начинают с молитвы в школе занятия. А вы с Украины, да? Нет, мы город Барну, Алтайский край. А-а-а, Алтайский край, там очень круто, в Алтае. Я один раз был на Алтае. Вот, я, короче, там в лесу, там тайга, что ли, у вас или что? Да тут разные места. У вас есть... Ну, всё. Если у вас какие-то вопросы есть, особенно духовные, вот Игнать Тихонович его зовут, вот там внизу было написано Игнатий Лапкин, он может вам ответить на любые ваши вопросы. У него из печати вышло 38 томов книг. И потому Господь ему дал такие, ну как сказать, знания, разумения, Слово Божие, святых отцов, жития святых. А вы его послушник? Я послушник, да. А я думал, сын? Духовный. А-а-а, а так у вас, вы типа монахи или просто у вас семья, дети есть? Мы люди, которые отдались для служения для Христа. А значит, у вас вообще нет семьи, да? Ну, у меня нету семьи. А-а-а, понятно. Блин, очень хорошо, что такие еще люди есть вообще. А вы Библию читаете? Что? Библию читаете? Нет, ну я читал парочку этих, ну как, рассказов, что ли, из Библии. Вот по благословению патриарха вышли в Библию, сейчас Красное Новое Евангелие раздаем. Их, наверное, несколько миллионов раздали бесплатно. Ну, не мы одни только. Надо благословить. Христос, когда уходил, говорит, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Это не спросят там, кто ты был, студент, шахтер, всем. Об этом в 8.4 Деяния апостолов, говорит, рассеявшиеся, ходили, благовествовали, не прятались. А насчет поста вы сказали, а я не могу. А раз не можете, значит, и не можете причащаться. Это апостольское 69-е правило. На два года отлучают от церкви. То есть, когда, говорит, соглашенные изъедети, вы не поститесь, вы обязаны выходить из храма, если вы православный. Это дело намного серьезнее. Не так, что я хочу, пойду, хочу, нет. У православных дисциплина. Ну, вы знаете, поститься это не всегда в еде заключается. Да, конечно, не в этом, но это один из факторов. Пост и молитва. Главное оружие против дьявола, Христос говорит. Постом и молитвой изгоняются, нечистая сила. Ну, я не знаю, я бы так не согласился, что только поста. Так это нас никто не спрашивает. Тогда не надо называть о православном. А я православный, сам себе назначаю вопросы какие-то. Если я в армии, я обязан выполнять, что в армии говорят. Я же иначе... У вас очень жесткие какие-то законы. Вы как-то, блин... Это не наше. Это книга правил. Когда священника руку полагают, то ему дается книжечка «Требник». И там написано, чтобы человек уверовал. Троекратное полное погружение в воде. А сейчас за деньги по голове ладошкой хлопнули. Это обман. Это не попы совсем, жулики. Мы же даже и видим. Насчет этого я согласен. Насчет этого я согласен. Не ссылаться на кого-то. Потому что он слепой. Слепого ведет. Упадут-то оба в яму. Оба. А не так. Он слепой, а я не хотел думать. Без поста никак не спастись. Тогда человек живет с нечистой силой. Делает, что попало. Постом надо забавить. А как понять, живешь ты с нечистой силой или нет? Ну, а как узнать? Очень просто. Человек, если восстает против Слова Божия, то ему анафема. Это Галатам 1 глава 8-9 стих. Это священное Писание. Евангелие от Иоанна 5 глава 39 стих. Христос говорит, исследуйте Писание. Ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную. Через них. А они свидетельствуют о мне. Я верующий. Верую от слышания. А слышание от Слова Божия. Кремлинам 10 глава 17 стих. Другой книги нету. В Евангелии от Иоанна 12-48. Господь говорит, я вас не сужу. Слово, которое я говорю, оно будет судить вас. Оно. Даже малое нарушение. Адам съевает в раю. Ну что там мне плод взяли. Ну сегодня в саду у меня яблоко одно своровали. Я бы еще сказал. Да я бы еще наложил. У Бога другая цена. А один плод сорвали. И умерло уже 100 миллиардов людей. Миллиардов. У Бога другая шкала. Вы должны переформатировать свое сознание. Как-то легкомысленно отвечаете. Вот поэтому людей в аду набито много. Много, говорит, званых, но мало спасаемых. Христос сказал. А правда такое говорят, что какой-то антихрист может прийти на землю. Да, за три с половиной года до кончины мира придет антихрист. Еврей из колена Данова. И он воцарист в Иерусалиме. Где-то у них аяк теперь находится, мещать, там будет стоять храм. 42 месяца будет царствовать. Не продать, не купить. Кроме печати, не печати, а начертания. 666. На лбу и на правой руке. Но это сегодня, понимают, защипированный. Там все данные будут у тебя. И нельзя будет человеку спастись. Ни один не покается, кто примет это начертание. А так, да я так, что я... Никаких отговорок у Бога нету. Это мы сами себе позволили такое. Адам и Ева один раз вкусили. Один. И написано, в Адаме все умирают. Я не брал в саду. Я умираю, потому что Адам. За Адама мы все рождаемся в беззаконии, из-за чего в грехе родила меня мать моя. Псалом Давида, 57 стих. Дальше Ев говорит, 14 глава, 4 стих. Кто родится чистым от нечистого? Точка. Дальше. Не один. Видите как. Иначе дети ваши были бы нечистые, а теперь святые. Потому что православная церковь – это мать. От нее никуда. Там баптисты, адвентисты, свидетели. Это все ереси. То, которое не имеет священства, а там не имеет ни баптисты, никто. Что священства имеют кто? Православные, католики, григоряны, армяне, копты и сирийцы. Вот пять. Дальше границы с церквью нету. Там еретики. Это Бог решил. А еретик ни один в царство Божие не войдет. Нам надо... А как же другая религия? Нам не надо рассуждать. Бог установил. Как? Бог сказал, глаза будут расти спереди, но не сзади. А мне надо сзади смотреть. Ну, болтать-то языком можно. Бог сотворил все прекрасно. И мы должны ежедневно славить Бога. Для этого церковь, заботясь о нас, все необходимое дала нам. Мы приходим в храм священники, совершают литургию, молитвы, святые. Возьмите Иоанн Златоуст. Самый такой плодовитый отец святой. И его свергли, тащили в кукулс и дорогой умер. А сегодня он наш ходатай. Вот видите, вы придете в храм, посмотрите, пророки все с бородами, Христос с бородой, апостолы с бородами. А почему вы бороду бреете? Бритый, он похож на женщину. Гомосексуалисты это придумали. Бритый не войдет в царство Божие. Вот мы считаем, в Библии ни одного слова лишнего нет. У Якова была дочь, и она была любопытна. Ну, пошла на трансплощадку, по сегодняшему сказать-то. А ее княжеский сын изнасиловал. И написано, а она была обесчещена. Запомним, а она была обесчещена. Но когда Давид послал слуг, там, соседний царь на нас умер. А молодой Амнон, он такой не понимал. Ему говорят, это пришли шпионы. И взял, он насмеялся. Пол бороды обрел, и половина одежды обрезал. И Давиду сказали, это слуги Давида. А Давид от нас на 3000 лет дальше. И Давид говорит в Иерусалим, чтобы не заходили, не поганили. Город Ерихон проклятый, пусть сидят, пока бороды отрастут. И они были очень обесчещены. Дочь Дина была обесчещена. А это еще, то есть это хуже изнасилование. А мы спокойно берем бритву. Да ну, Бог, ах, это обман. Обман совершенный. Святые отцы собирались. И даже в малом, в самом малом, если нарушал человек где-то, и покаяния не приносил, он погибал. Это царство небесное. Написано, ничто нечистое не войдет туда. Мы должны научиться мыслить категориями священного писания. Три слова. Священное писание, Слово Божие, Библия. И вот три названия. Одно и то же книги. Там 77 книг. В церкви мы молимся. Псалтырное чтение. Свои молитвы. Василий Великий, какие я составил. Вера православная. Это вера целомудина. Мне очень понравилось, если честно. Очень понравилось. Вот вы, если вот это вот посмотрите, вот что вам показали. Это у нас сайт, так называется. Это YouTube. Там у нас 13 900 роликов. Тысяч. Мы с нуля деревню православную строим. А убито, убито. Деревень разрушена. 21 тысяча в России. И ни одна не восстанавливается. Мы первые. Притом православные. Первым делом храм построили. Своими силами. 27 лет. Нам государство ни рубля не дало. А то выращивать даже овощи, скотину, работать. Вот я сам создал, по милости Бога моего, детский лагерь. И 45 лет был начальник. 45 лет. Ни один ребенок не отравился. Не заболел. Не погиб. Не сгорел, не утонул. 45 лет. Тысячи детей. Рубля государство не дало. И мы никогда не хулили. А Путин виноват. Нет. Бог дал. У нас все было. Голодной не были. Но посты все соблюдали. Не положено в среду, в пятницу растительное масло. Его на столе никогда не было. Чем-то заменяли другим. Вы расслабленно живете. Это обман. Ты скажи. Златоуз говорит так. Многие бегут на ресталище. На стадионе. Но один получает награду. Итак, бегите, чтобы получить. Я бьюсь не так, чтобы воздух бить. Бегу на верное, а не не на верное. Апостол Павел. Это апостол Павел говорит. Вот как. А вы, если православный, это значит, ты должен быть героем у Христа. 3.10. Пророк Иль говорит, туда, Господи, веди твоих героев. А над нами все смеются. Попы пьяные. Людей давят. Что только не пишут. Патриарх табаком. Миллиарды зарабатывали. Водкой спаивали. Беспошлино им давали. Это весь мир знает. Андрей Кураев про это говорит. Разве это хорошо? Мы православные. Все снято с нас. Вот вы зайдите, когда увидите, как у нас женщины, девочки одеты. Два платка. Все по строгому должно быть. Хранить себя надо. А вот зашли на это. А у вас устроена там семья должна быть. Ну, пожалуйста, семья, женись, чтобы венчанный был. А не как кобель без хвосты. Ну, у нас сейчас в основном все венчаются, когда свадьба, пересвадьба. Ну, как венчаются? Это венцы не надевают, держат над головой. Венчание-то нет, обман. Венец, когда надетый, и у него живой жены больше нету. А он венчается, а у него 5 танек, 10 манек. А почему так над головой держат? Это зачем? Да потому что обман, боится, что запачкается, будто в голову грязная. У меня брат родной протеерей. У нас этого нет. У нас в церкви с тарелкой не ходят. Крещение, все бесплатно делается. Деньги не появляются в храме. А почему? Бог запретил и выгнал торгашей. А я читал Библию. Да любой баптист Библию знает. А я православно могу не считать. Да какие же мы? А когда выйти на диспут с серетиками, вы должны им говорить. Вот мы миссионеры. Издал Бог. Бог издал. Позволил мне 38 книг издать. А каждая книга 752 страницы. И мне Бог положил на сердце эти книги, подарить библиотеке. Мы в Барнаул, а поехали до Владивостока, Тихий океан. И оттуда вернулись, прошли, посылаем еще 4 тонны границы в разные места, по 4 тонны. И там едем мы. 6 мусульманских республик прошли. Турцию, до Лиссабона, Атлантического океана, Прибалтику, Скандинавию захватили. И везде 650 городов, везде дарили книги. Чтобы люди считали и знали. Это не просто книги, они в пророческом духе. Вот зайдете здесь на сайте, вот заглядите, и на сайте там все книги. Все книги. Вы увидите, как у нас занятия в университетах идут, в милиции, в воинских частях. Мы все охватили. А деревня у вас вот строится, она уже большая или как? Она небольшая деревня. Большая не бывает. Потому что если по-божески жить, много не будет. Но Господь говорит, что если мало спасаемых, лучше один исполняющий заповеди, чем 10 тысяч нарушающих. У Бога определение определенное. Он их не знает. А кто вы такие? Вот у святого Паисия ученик в город ходил, а дорогой попался ему там попутчик, еврей. Но они разговаривают, а еврей-то он свое? И говорит, а ты уверен, что Христос, что-то Бог? Он говорит, да, это святой Троицы, второе лицо, сын Божий. Да не так это. Настоящий Мессия потом придет. А он возьмил ответ и сказал, может быть так. Когда вернулся, Ава, я продал все там, что они изготовили. Там рогожки, корзинки. А он не разговаривает, прошел мимо. Паисий, один из самых строгих. Он, Ава, я продал. И он на третий день, кажется, заговорил с ним. Кто ты такой? Да я же ученик твой. Он думает, что-то у него с головой крыша поехала. Я не знаю. У меня был верующий, предатель. Да какой же я предатель, дорогой? Ты дорогой с кем разговаривал? С евреем. Он тебе говорил, что Христос это не настоящее? Говорил. А ты что сказал? Я сказал, может быть так. Так это предательство. Ты отрекся от Христа. Уйди с дороги. Он плакал, плакал. Тогда он говорит, давай молиться. Давай, неделю не ешь, не пей. Молись, постись, не пей, не ешь. Будем молиться. Стали молиться. У ученика изо рта, как дым черный, пошел, все заслал. То есть дьявол, дьявол уже вошел. А я не пощусь. Вы проверьте себя. Как это так? Я православный, я не пощусь. Посты установили святые отцы. Сейчас великий пост будет. А не так. Я первую неделю пощусь, вторую. Я вот строитель. Мне не давали работать, где я хотел. А только где-то сторожем быть при милиции. Но я и там вел занятия. А свободные дни, когда каждый день ходил на велосипеде, ездил, печь делал. Я строитель. И у нас всегда были деньги. А люди думают. Не надо думать, что люди думают. Мнение людей. Это писк комара, жужжание жука, карта девороны. Святой Иоанн Златоуст. Мы должны переформатировать свое сознание. Я православный. Чтобы любой сектант знал, перед ним боец. А не так поднял, говорится, крылышки. Если ты говоришь, что в моем доме пришел человек, менонит. Он был преподаватель Томского университета. И мы беседовали до утра. И он принял православие. Принял крещение. Закончил семинарию. Академия. Сейчас доктор богословия. В городе Абакан. Хакасия. Фас. Отец Геннадий. Доктор богословия православный. Сколько он трудов написал. Какие у него есть. Толкование. Песни. Песней. Этюды. Там сказать нельзя. В моем доме обратился следователь. Мой следователь. Который меня же по тюрьмам таскали все годы. Только я в 87-м году освободился. А почему вас таскали? Потому что нельзя было проповедовать. А мы все говорили. Господь позволил мне создать фанатеку. Самую крупную в мире. Вот вы зайдете на сайте. Здесь 50 книг. Я уже посмотрел. Сейчас уже посмотрел. 50 книг моим голосом насчитаны. Я распространил архипелаг ГУЛАГ в первой стране. Брал интервью репрессированных. А сегодня к моим трудам обращаются. Диссертации защищают. А у меня нет образования никакого. Я технарь. Это Бог сделал так. Бог все может. Он из камней может сделать детей Аврааму. Дивный Бог. И ты должен понимать. Я православный. Вот евреи молятся. Он каждый раз молится и говорит. Еврей. Благодарю тебя мой Бог Иегова. Что ты создал меня мужчиной, а не женщиной. А ты благодари Господи. Благодарю тебя, что я христианин и православный. Ты веру в православную. Люби, как самого Господа. Потому что церковь православия – это невеста Иисуса Христа. За ней Христос придет. Сектанты не могут показать таких святых, как Антоний Великий. Ни у кого нет таких. Православие ценно тем, что у нас священство, апостолы, рукоположили епископов. Другие, это называется рукоположение, хератония. До наших дней дошла. У сектантов этого нет. Они самозванцы. Вы должны это все знать. Не так, что я сижу, побыл там до шести часов. Молодой человек. Вы сон урезаете. Вот мне Господь это позволил понять. У меня на сон уходило два с половиной часа в сутки. Остальное время работа. На двух, на трех работах. И не просто я работаю. У меня 280-300% выработка. Что положено платить десятину. 100 заработал, десятку отдай. Отдай на дело Божье в церковь. А мне Бог положил. Я 100 заработаю, 90 отдам. И так прожил жизнь. 56 лет. Говорят, нельзя. Обман. Можно. А то ничего не сделаешь. Я отвечаю, ничего и не делали еще. Вот мои книги, видели, в библиотеке у Путина стоят. Центральной библиотеки Ленина. В исторической, парламентской. Это, я хвалюсь Господом моим. Это не мое. А какая ваша самая популярная книга? Которая самая такая? Ключ ко всем книгам. Вот когда на сайт зайдете, она прямо открыта. Для слова Божия нет уз. Там как автобиография у меня. Как меня судили. Что на суде выступали, тайно записали. Все, что печатали газеты, журналы, книги, фильмы. А нас заняли первое место на международном киноконкурсе. Нас называют «Искорка возрождающейся России». А вы молодой. Вы еще столько можете сделать. А вы расхлябанный какой-то. А я не пощусь. Да как вы можете так? Ты услышал? Все, это мое. Десятину платить? Я сказал. Девять. Я еще в жизни не встретил, кто бы на это пошел. А почему вы пошли? Я должен быть первый, Господь говорит. Многие бегут, один получит награду. Я прожил. Голодный ни разу не ложился спать. Нам надо поездку было. Поездка-то это не игрушка. С таким грузом ехать за границу. Денег-то нету. Люди узнали. В интернете мы сидим. Сразу пошли заказы. Вам нужны деньги. Вы возьмете деньги? Возьмете. Мы настолько за одну поездку. На горючее ушло 440 тысяч. Вот Бог. А мне сейчас минимальную пенсию назначили. 8 тысяч 141 рубль 33 копейки. Это 145 долларов в месяц. Я должен за интернет, за всем за все платить. А Бог делает так. Бог сделал. Бог видит, что я его ученик, его раб. Ему служу. Нашелся человек, приехал ко мне на дом. И говорит, я хочу платить за вас интернет. А другой, а я за электричество. У меня плохой компьютер. Один человек пришел и купил компьютер. Я в пяти университетах вел занятия, в школах. Зимой прихожу, на крысе стоит картонный ящик. Ну, мало ли еще, я поопасался. Там как раз взрывы везде были. А оказалось, человек привез компьютер. Монитор новый. Постал тайной и ушел. Я свидетельствую, что Бог живой. Он живую молитву принимает от живых людей. Мы постоянно получаем звонки, люди просят помолитесь. Вот мы в Германии живем, там что-то, ребенок заболел. Там из разных государств, с Австралии. Молитва. И человек сразу получает просимое. Он просил. Бог дал. Понимаете, вы молоды, у вас все впереди. Никогда к врачам не ходите зря. Я вот 80 лет... А я сам на врача учусь. Вот учите, решите, а не калечите. Там уколы делают разные. Какие уколы-то? Сейчас всем прививки делают. Репродуктивный возраст женщины, она родить не может. Но это же не за прививок. Сейчас все это делают. Малым детям прививки не делать. У нас никому не делали. У нас в семье отец-то так, без руки с фронта, десятеро. Пять мальчиков, пять девочек. И ни один не болеет. Я еще ни одной таблетки не съел. Мне врачи не в крайнем случае только нужны. Но операцию меня сломало руку или ногу. А старики стонут. Денег не хватает. Хватает. Лишнее не трать. Живи экономно. Выгадывай, чтобы деньги сокровить. И помоги нуждающемуся. Где-то многодетные. Где-то престарелые. Кто-то сгорел, где-то что-то. Надо жить. Вот вы сейчас говорите, денег не хватает. Вы сами сейчас сказали, что восемь тысяч вы получаете. А как вы бы сейчас тогда оплачивали, если бы вам никто за это не платил? Вот Бог все это делает. Я говорю, четыреста сорок тысяч в течение одного месяца на нас переслали люди. Безвозмездно. Я даже не знаю, от кого получил. Потому что они знают, мы не для себя, не поем, не съедим. Для дела Божия. Нам надо ехать. А везде, сколько городов, везде выступать приходилось. Говорить о Боге, о Вечности, о Суде Божьем. Что человек, не верующий во Христа, жизни вечной не увидит. Он в аду будет гореть. Бесконечно. Вот вы услышали, с бритвой покончено. У нас вот в нашей общине врач коревой больницы. Он бороду одной волосинки не трогает. И ничего. В армию идут. Идут у нас по альтернативной основе. Оружие не берут. И берут, пожалуйста, а большинство вообще не берут. Хотя альтернативно, это на году больше служить. Там, с заразными больными или где-то. А и трудно возиться, они вообще на наших не берут. А эти пошли, то в Чечне, то в Афганистане. В Афганистане 14 700 погибло. За что? Где он, Афганистан? И шли туда, сгорбатились. Они пошел и больше ничего не сделают. Со мной в лагере сидели и яговисты, свидетели Яговы. Они никогда не ходят. Их не брали, они три года отсидели, все дома. А те тюльпаны, груз 200. Вы не случайно сегодня на встречу попались. Это где вы находитесь? Вот это что, рулетка-то? Это погонь. Здесь все раздетые. Мужики и женщины показывают половые органы. Это заразная яма. Это дно адова. И больше процентов 80 мусульмане все раздетые. Почему? А у них 4 жены специально разрешен разврат. И они раздетые ждут. Давай, одеяло показывают, все. Мы пришли свидетельствовать. И мы... Нам говорят, тут никого нету. А вот вы на встречу нам вышли. Мы, может, ради вас тут и сидели всю неделю. Ждали этой встречи. Чтобы из вас получился воин Христов. Вы перемените свое отношение к Богу. И ты думай, я молод, долго проживешь. А вы посмотрите, вот, мастер и Маргарита, когда Валант говорит. Он с Берлиозом когда разговаривает. Ну, конечно, смерть. Да то вот смерть. Она внезапная смерть. Внезапная. Аннушка уже масло разлила. Сегодня тебе голову отрежут. Кто? Диверсанты? Нет, комсомолка. Под трамвай попал. Вы просто зарядите. Мастер и Маргарита. Валант о жизни рассуждает. Там 10 минут слушать. И Басилашвили играет его. Он смотрел этот фильм. Ну вот. Так выводы надо сделать. Вывод один делаем. Для Бога все отдам. Почему первая заповедь самая великая. Возлюби Господа Бога твоего всем умом. Всей крепостью. Всей душою. Всем разумением. Всем. Почему Христос отдал всю жизнь. А ближнего как самого себя. А это получается, что вот сейчас мы эту настоящую жизнь живем, чтобы потом попасть в рай? Конечно. Это Бог поставил цель. У нас вот говорят. А вот верующие. Должны потом попасть в рай. А вот в этой жизни мы ничего должны хорошего не получать. В этой жизни мы получаем столько хорошего, о котором даже не подозревают. Вот приехали к нам корреспонденты с Москвы. Писатель. Может быть, Быков. Может быть, знаете, Дмитрий Львович. Писатель. Журналист. И он побыл. Так у вас как? Вот в Потеряевке тут. Эта деревня Потеряевка. Ну, а как вы воскресенье проводите? Ну, если вы верующие, пить нельзя, танцевать нельзя. Я говорю, очень просто. Мы идем в храм. У нас литургия. Мы молимся. Ну, это же скучно. Не скучно. Мы возвращаемся домой с завтраком. Еда у нас неповрежденная, чисто экологически. Днем мы можем у нас, у меня детский лагерь, хороший фильм посмотреть. Собираем грибы. Ловим рыбу. Катаемся на лодках, на лошадях. Он говорит, так у вас еще интереснее, чем у нас. Я говорю, да кто-то и оно. Так мы не все сказали еще. У нас в воскресенье выезжает на лоно природы. Природа-то не какая-то, не чужая, а своя. Мы пруды, дороги, все сами делаем. У нас жизнь на самом высоком уровне любым приемлется. И все есть. Вот мы живем, продукты все свои, коров держат. Вот приезжают в город, молочным торгуют. Ты человек, который создает что-то. А неверующий что создаст? Вот я знаю врачи, они матершинники, почти все. Цинники. Врачи, я о врачах говорю. Студенты. У мамы с глазом там голоукома была. Мы идем по территории больничного корпуса, там где краевая. А идут молодые люди матерятся. Матерятся почем зря. Девушка с ними. Кто? Врачи. Курят в большинстве своем. Они очень циничные. А ты должен быть не таким. Покажи пример. У нас в краевой больнице, когда, ну бывает, приходится бывать иногда, там надписи везде. Курение и лечение несовместимы. Курение и лечение. Лечить не будут. Вот вы профессора Витебского, если считали, то должны знать, что простое дело он изобрел. Человек, если поел, два часа не должен ложиться горизонтально. Он говорит, как пища там, как в каком направлении. И, наконец, по всему миру разошлось из кургана. А кто нарушает? Нарушает, сразу выписывает. Костик Елизаров. Костик Елизаров, когда вот натягивает там костью, выращивает где-то. Его спрашивают, а сколько спите? Он говорит, не больше трех часов. Днем преподаю, как профессор. В ночное время труднее. Я в слесарке работаю, все вытачиваю, делаю. Это пример на наших глазах. Пример надо брать там, которые прошли. Вот Отто Юрьевич Шмидт, исследователь Севера. Он подошел к преподавателю, там, профессору, говорит, вот, чтобы быть культурным человеком, что я должен просчитать? Сколько? Профессор ему составил книги какие. Он говорит, и сколько это нужно просчитать? Он говорит, 120 лет. Так я же не проживу. Значит, кое-что можно убрать. Ну, а что убрать? Он зачеркнул, ну, вот это классика, вы должны считать. А сколько на это? Ну, на это лет 50. Так я же работать должен. Вместе научись быстро считать. Горизонтальный метод и по диагонали. Это говорит человек на весь мир известный. А сегодня спрошу, что читал? Он ничего не читал. Ты хотя бы однажды просчитай архипелаг ГУЛАГ Солженицына. А однажды просчитай хотя бы братья Карамазова-Достоевского. Из Тургенева просчитай что-то. Какие у нас люди-то на весь мир известные, ничего не знают. Говорить даже не о чем. Пустышка одна. Архипелаг ГУЛАГ я, по-моему, читал. Давным-давно, конечно, читал. Это про как в тюрьмах люди там жили. Они помогали, строили Россию. Вот если вы зайдете на наш сайт, здесь моим голосом насчитан архипелаг ГУЛАГ. Я первой в стране его распространил. И она помогла мне эта книга выжить в тюрьмах. Зашел в тюрьму, ты-то скажи, я пришел умереть. Все, сдохла собака, ни один тебя уже не сядет верхом. А что меня пугать, когда я пришел умирать? А выходя из тюрьмы, я поклонился до земли и сказал, благословляю тебя тюрьма, ты многому меня научила. Научить ценить это мирное время. Как с людьми обходиться? Будьте мужественны. Немужественные люди, они расхлябаны. Из них предатели, наглые, подкаблучники. Жена им крутит, вертит. Зачем ты нужен такой? А вот как бороться с ленью? Очень просто. Не давать тебе есть и пороть тебя надо, как Достоевский говорит. Лени не будет. Ты знаешь, если не будешь работать... А для себя вот лично, самому вот что? Знаете, вы говорите, а как от пенки лечить? Он запился. А вы в Новосибирске посчитайте, зарядите. Профессор Пилипенко. Поркотерапия. Человек платит деньги, приезжает. С ним работа идет сначала, рассказывает. Со своим простынем. И далее его розгами порят. В течение одного месяца. Три дня отдыха, потом опять. Как черная полоса, говорит, сползает с человека. Оказывается, поркой занимались еще. Князей лечили в Германии пять веков назад. Ничего не надо, его драть надо и все. А то просто разговор один. Я вот ленивый, то другое. Не давай тебе есть. Трудящийся достоин пропитания. А зачем тебя кормить-то, если ты не работаешь-то? Трутень. Ты должен так работать, чтобы себя прокормить. Жену, детей. Было еще из этой десятину выделить. Прокормить правителей наших. И все их гаремы прокормить. И чтобы тебе осталось. Налоги платить надо по всей форме, как положено. Вот вы тогда скажете. Да, теперь я понял, что быть человеком – это непростая должность. Быть человеком с большой буквы. Вот его спросили Пирогова. Николай Иванович, вы знаете, хирург. Кем хотите, чтобы был сын ваш? Человеком. Человеком. Это щело. Щело лоб. Направлено в вечность. В русском языке это, видите, как четко отображают. Если деньги, они деньги назначают. На день даются, а не соп копить тебе. А, кстати, вот этот вот Пирогов, он правило трех восьмерок сделал. 8 часов на сон, 8 часов на работу и 8 часов на отдых. А Леонардо Давидович сколько спал? Три часа. А Эдисон, который открыл электричество, сколько спал? Два с половиной. Нет, ну это как для здоровья, он говорил. А это для здоровья. Для здоровья. Вы не думайте, что вы доживете до моего возраста. Живя в Раслябанно. Так меня в морозилках там давили. Меня крутили, руки все выращены. А я живу, у меня две голубяти. Я каждый день туда-сюда сную. Вы должны быть духомолоды всегда. Возраст человека определяется его востребованностью. Нужен он или нет. Понятно. Вот я удачно на вас попал. Так вот, вы смотрите. Если вам надо будет поговорить, узнать больше, вы зарядите в скайпе Игнатий Лапкин. Вот внизу написано. Это я. И только... Я уже нашел вас в ютубе. Да. Вы только... Там много плохого написано, лживого, потому что люди завидуют. Есть такой святой был. Исидор Пелосиот. Он говорит, предвзятость не дает здравого мышления. А злоба вообще отнимает разум. Они злятся. Они не делают то, что есть. Мы их обречаем попов. Вы православные. Почему не делаете, что положено учить народ? Народ ничего не знает. Ухватились за церковно-славянский язык. Когда перевод уже сделанный. Библия на русском языке. Мы должны быть просветители. Я не вижу у меня никуда это дело. С лестом как-то упало. Хотел показать, юноша. Ну-ка, стой. Может быть, это тут где-то? Даже непонятно. Да вы просто скажите, да, Исидор. А? Скажите просто. Ну-ка, я гляну. Ему это было бы наука. Увидел. Да мне даже удивительно, что они это. Ну ладно. Это есть лестовка. Щетки. По которым перебирает рукой. А, ну я знаю. У меня в детстве такие говорят. Я хотел показать вам, у меня где-то было, я то ли уронил, или что. Каждый день, ну я пенсионер, тут легче. Семь раз на молитву. Три святой и сто поклонов. У тебя внутри сразу другое настроение будет. Благодарить Бога за суды Божии. Молиться за правителей, за патриархов, за все. Ты во всем принимаешь участие. Как меня учила мать, всегда проснулся. Три раза отче нас, три раза Богородицу. И перед сном три раза отче нас, три раза Богородицу. И говорит, место покрести свое, говорит, и ложись с Богом спать. Вот это вот. Я молился там, в том конце. Вот оно. Вам видно? Вот это сто поклонов. Семь раз в день. Семь. Не считай утренней и вечерней молитвы. Ночью встань, если Господь позволит тебе. Ты помни о нуждах, какие есть. Сколько людей плененые. Кого-то пытают. Кто-то в психиатрических лечебниках заточенный. Ты помни всех болящих. Кто тебе помогал, кто сказал, кто над тобой душой работал. Вас как звать-то? Кирилл. Кирилл. Да помилует тебя Господь Кирилл. Да приведет тебя к полному разумению веры Христовой. Православной. Если у вас есть вопросы, вы можете сейчас задать. Ну что, даже как-то сразу не смогу задать вопрос. Ну попробуйте бороду не брить хотя бы. Начните с этого. А я бороду, кстати, не брил где-то месяц. У меня борода уже большая была. Но нас не разрешают так в университете. Неправда. Это неправда. Никто вас не исключит. Такого закона нет. Кто-то сказал, а вы уже... Я знаю. Ну вы твердый будьте. Мало еще скажут они. Я вот, когда, в 62-м году из армии, 62-й, еще 20 лет советская власть будет. Я уже с бородой на военном билете был. Упрессий все. Вы должны знать несколько иностранных языков. Молодой человек. Английский знать, китайский выучите. Это все... А ничего? Да потому что все Китай захватывает, как Петр Мамонов говорит. Будете работать у них? Угу. Ну да. Два миллиарда под боком. Русские-то рожать не хотят. Куда делся русский народ? Вот комсомольская правда, газета такая. На развертке написано. Если бы большевики не победили в 17-м году, нас бы было сегодня, по расчетам Менделеева и Дмитрия Ивановича, 650 миллионов. А у нас даже 150 лет, полмиллиарда сожрал змей. За перестройку в России сделано 120 миллионов абортов. А у мусульман за 1300 лет ни одного. Поэтому они все... Зачем вы, врачи-то, нужны? Кого лечить-то, если аборты делают? У нас в России только один правитель запретил. Рамзан Ахматович Кадыров. Вот настоящий правитель. Он под уголовную статью подвел аборты. И Путин одобрил. У него с Путиным очень дружеские отношения. Он герой России. Но ведь это другая религия, получается. Да не в религии дело-то. Тем более другая. Мы-то высшие христиане. А мы-то в подметки не годимся. У нас в шестом классе уже трудно найти, чтобы она была девушка. Она уже на вторую букву алфавита можно называть ее. А у них, я с мулами беседовал, Я говорю, какой процент сохранения девственности до брачной ночи? Они меня не поняли даже, как какой? Сто процентов? Вот как они заботятся. Нам рта раскрыть не дают. А когда мы христиане, по-настоящему, они нас уважают. Мы вот в поездке в доме у мулы ночевали. Ходили в мещать, молились. Рассказывали о православии. И они слушают. Ну, все заснято. Это все на нашем сайте. Это, в ютубе. Ту поездку, которую мы сделали, никто никогда не сделал. И не сделать ее. В первую очередь, надо сначала написать книги. А они в пророческом духе. Я 50 лет отдал, копил материал. И за 9 лет пришлось напечатать. За 9 лет я провел больше 30 тысяч часов за компьютером. И вот все, результат. Готовая теперь. Ты желаешь взять книги? Пожалуйста, напиши. Остатки там я где-то продаю. Новый Завет с полным толкованием. По святым отцам. Впервые за 2000 лет вышел такой труд. Это Бог делает. Бог берет и делает. А берет сосудчик. А чем вот отличается Новый Завет от Старого Завета? Что такое главное отличие в этом? Ну, главный Ветхий Завет он подготавливал. Пришествие Христа. Там было в образах. Приносили жертву барана, овса, агнез, ягненок. А в Новом Завете это Христос. Ягненок указывал на Христа. Теперь исполнилось. Там кровь ягненка была. А здесь кровь Христа на Голговском кресте. Ветхий Новый Завет это два крыла одной птицы. Живем по Новому Завету. Там написано было, ненавидь врага, отомсти. А в Новом, люби врага, накорми напой его. А вот вы в церкви как, креститесь, тремя пальцами или как? Вот он мне крестит тремя, а мы двумя. Мы у нас корни все старообрядческие. А в церкви официально принято решение патриархийное и зарубежной церкви. Равно спасительно то и другое. Вот так молился Сергий Радонежский, князь Владимир, Феодосий. А Сникона, который прошли, Серафим Саровский, Иоанн Кронштадтский, уже молились так. Это одно и то же. Но ведь, как говорится, палец во имя Отца, Сына и Святого Духа. Да нет, это не так. Ну да. Если так говорить, вот что значит три? Это то, что доказываем Троица. Троица. Когда Арий появился, и тогда, чтобы своих отделить, сразу постановление было. Епископ Милетий, учитель Яна Златоуста. А когда появился еретик неисторий, стал говорить, что во Христе одно естество. Одна воля. Тогда православные сразу показали. Два. Два естества. Две воли. И двумя перстами крестили. Так князь Владимир крестил Русь. Протопопа вакуум это и доказал. Я слышал такую легенду, когда выбирали, ну, князь Владимир, когда выбирал, как крестить Русь. То есть не как крестить, а какую религию брать. Раньше и языческая Русь была. Вот. Он пошел, смотрит, ислам. В исламе пить нельзя. Другое. Мы, говорит, Россия, любим пить. Вот это вот все дела. Так что возьмем христианцев. Кристианство, говорит, можно. Да не так дело. Он выбирал там по всяким разным. Это говорят. Это не так было. Это другие выбирали. Другие. Выбирали православную веру. Приходили. Они заходили, узнавали. Были. Действительно так были. Но не поэтому избрали. Он пошел за невестой. Анну, сестру царевича, которую называли Василиски. Ну, а ничего. Корсунь осадил. А он угрожает Константинополю. Тогда, говорит, отдайте сестру. А ему говорят. Так ты язычник. А я крещусь. И он крестился. Ну, и крестился по-серьезному. Вернулся тогда. Кто не будет крестить, а тот мне враг. А он заново мог голову себе посрубать. Все крестились. Этих божества, Нептуна, ловили по-внизу. Не сразу все, говорит, Москва строилась. Но поворот был сделан. В политическом плане. А первая ведь крестилась Ольга. Это бабушка Владимира. Ну, а бабушка Владимира, она только крестилась. И дальше не пошло. Еще не пришло время. Владимир Добовской выскочил. Потом я расскажу. Он был у нас когда-то близко. Отступником сделался. Вот так. А вы ничего не слышали о таком батюшке, отец Алексии из Покровских селищ? Нет? Такого не слышали? Фамилия как? Я только знаю, что его отец Алексей зовут. Из Мордовии он. Из республики Мордовия. Покровские селища. Покровские селища не слышали? Не знаю. В Мордовии вроде бы мне никого нет знакомых. Нет знакомых. Ну и дай бог, чтобы больше было хороших священников. Мы не... Со всех-то не узнаешь. Их архиереев сегодня 350. Не говоря уже о священниках. А о священниках я не знаю, сколько. Может, тысяч тридцати. Где же их узнаешь? Итак... Дикаев, по-моему, у него фамилия, что ли. Все, наверное, да? А? Все, наверное. Ну все, мы отходим. Угу. Так, ищите и найдете. Стучите, и вам отворят. Спасибо вам большое. А у нас говорят не спасибо, а спаси Христос. Спаси Христос. О, тогда понятно, что ты христианин. А спасибо – это слово непереводимое. А еще благодарю, вроде говорят. Да, благодарю. Это тоже можно. Да, вот благодарю. Так, с Богом оставайтесь. С Богом. Слава Христу. Слава Христу. До свидания.